Уральский федеральный округ Он знал наших лидеров, которые, ну, они, получается, взваивались на одного. Но мы все равно смогли понять, как прорвать их защиту. И, конечно же, пришлось успешно действовать в обороне. Также у нас, ну, мы разобрали их тоже у хороших игроков. Именно Вячеслав повел команду за собой в самый сложный момент. На экваторе встречи уральцы уступали более 10 очков. При этом, чтобы занять итоговую вторую строчку, Бизонам надо было выигрывать с разницей плюс 6. И им удалось это сделать. Гости из Екатеринбурга выглядели сплоченным коллективом как на площадке, так и на скамейке. Уверенность лидера передалась всем. Руслан Саидов штамповал попадание одно за другим. Это все характер. Только на нем мы все это делаем. Все очки набраны чисто из-за воли к победе. Учитывая, что я их знаю из пеленок, этих ребят, я как бы школьный их учитель физкультуры, не тренер. Вот. А каждого знаю уже досконально. И поэтому я даже их не настраивал. Я просто знал, верил, что они могут догнать. И они это сделали. 74-62. И свердловчане поборются за путевку в суперфинал. Напрямую туда прошел победитель этапа. Торнадо из города Лангепас. Кому-то дома стены помогают, а на кого-то, напротив, накладывают дополнительный мандраж. Так случилось с тюменскими девушками в решающей встрече финала Уральского федерального округа чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Сибирячки в последнем туре встретились со своим главным конкурентом и фаворитом этапа. Командой «Дельфин» из Екатеринбургского лицея 135. В нападении, наверное, не получилось, то, что мы переживали, и вот это волнение, наверное, взяло вверх, и поэтому не получилось. Равная борьба шла лишь в первой четверти. Далее уральские баскетболистки стали равномерно наращивать преимущества. Но даже уйдя в отрыв, по ослаблению себе они не позволили. На площадке оставались все сильнейшие, включая игроков с микроповреждениями. В итоге представительницы Свердловска праздновали убедительную победу 58-26. И этот успех для подопечных Андрея Лалитина стал самым скромным на турнире. Но о потере мотивации речи вести не приходится. Для этого и нужен тренер. Легко или тяжело, это, как называется, наша работа. Мне кажется, сегодня они были мотивированы. Сам выход в финал, это так хорошо построен турнир, что сам выход в финал дает мотивацию дополнительную. А слабых соперников не бывает. В каждой игре были команды слабее нас, и в каждой игре мы прям полностью отдавали. Мне запомнилось то, что какой бы соперник не был, намного слабее или почти наравне, мы до конца прям боролись. И все-все силы отдавали в каждой игре. Впереди Свердловчанок ждет суперфинал, который состоится в Нижнем Новгороде. Интересно, что и у юношей аналогичного результата добились их земляки – команда «Торнадо». Вот так рушились надежды волейболистов Тюмени на победу во втором туре финального этапа чемпионата России среди команд высшей лиги «Б». Сибиряки в драматичной встрече уступили санкт-петербургскому автомобилисту. Хотя начиналось все для подопечных Сергея Шульги оптимистично. Они не стушевались перед именитыми игроками в составе соперника и одержали победу в стартовой партии 25-19. А звезд в составе гостей действительно хватает. Причем даже по меркам отечественной суперлиги. Так, из главной команды города на Неве «Зенита» были командированы два Дениса – Щепатько и Черейский, а также мастер спорта международного класса Филипп Воронков, который в составе «Авто» с 18 очками стал самым результативным игроком встречи. У Щепатько 17 баллов, у Черейского 15. «Нас сюда отправили помочь молодой команде, так как у нас в этом году мало игровой практики в основной команде Санкт-Петербурга. Вот нас троих попросили помочь по мере возможности. Но приехали сюда тоже несыгранные, естественно, и первый раз стоим с молодыми. Но чем можем, помогаем. Вчера начали 3-0 турнир, хорошо, довольно легко отдался первый матч». Но во встрече с хозяевами от легкости не осталось и следа. Питерцы постоянно находились в роли отыгрывающейся стороны и с трудом свели дело к тайбрейку. Но там поймавших кураж гостей было уже не остановить. Тюменцы хоть и хранили интригу до последнего, но все же уступили – 12-15. Питерцы после двух туров остались единственной командой, которая в финальном этапе идет без поражений. Тюменцы же сегодня встречаются с Воронежским Кристаллом. Не повторить ошибок. Второй матч с Глазовским прогрессом в рамках Отечественной Суперлиги минифутбольный клуб «Тюмень» провел гораздо качественнее, нежели первый. Неудивительно, что именно гости открыли счет. На 16-й минуте после розыгрыша углового отличился Андрей Соколов. Команда тюменского специалиста Евгения Синцева восстановила равновесие незадолго до перерыва. Вновь помог стандарт. Роман Букин и Артур Мелконян вывели на завершающий удар Дениса Овсянникова 1-1. В начале второго тайма игрок сборной России Сергей Абрамович все сделал в лучших традициях партнера по национальной команде Идера Лимы и вывел Северяков вперед. На 31-й минуте счет стал 3-1. Артем Антошкин в контратаке не стал сближаться с вратарем, нанеся результативный удар в нижний угол. Больше голов зрители не увидели, хотя нельзя сказать, что матч на этом завершился. Три игрока прогресса вывалились с ворота гостей, но Антон Опер пробил бесхитростно и прямо в меддрага Аксентьевича. В середине тайма хозяева перешли на игру в пятером, но и этот шаг не привел к успеху. 3-1 победа Тюмени. Потеряв два очка в первом Газовском матче, Тюмень лишилась статуса лидера российской суперлиги, пропустив на первое место Газпром-югру. Не позволяет задремать и сибиряк, остающий всего на два очка. Следующий матч команда Игоря Путилова проведет через неделю, 30 марта она примет дома Норильский Никель. В Тюмени в рамках командных соревнований детская гига Зюдо завершился пятый этап. Его главным событием стал смена лидера в одной из возрастных групп. В соревнованиях, проходящих при поддержке фонда президентских грантов, выступают 36 сборных. У юношей до 13 лет возглавляет турнирную таблицу местная ЦОП-2, которую сформировал тренер Алексей Буклаускас. На счету его подопечных 14 побед. Среди юношей до 15 в лидеры выбились дюдаисты из Екатеринбурга. Их команда под названием «Крепыш» тоже выиграла 14 встреч. Уральцы обошли тюменцев из клуба «Новый поток», долгое время возглавлявших турнирную таблицу.